здравствуйте слышно татьяна алло алло на всякий случай здесь все все нормально вы в эфире михаил можно можно рассказать на помощь хорошо хорошо здравствуйте уважаемые слушатели татьяна представила меня я разработчик программного обеспечения доцент на кафедре теоретических основ информатики томского государственного университета специализируясь на разных популярных наше время технологиях вот операционных систем семейства unix весьма актуальных в контексте импортозамещения и до обработки естественного языка я сразу должен всех предупредить я незрячий человек если я что-то в чате где-то не замечу пожалуйста не удивляйтесь мы будем просить татьяну что меня подстраховать если что я коллеги можете писать прошу прощениях можете писать вопросы в чат или во вкладку вопросы а в конце нашей встречи я тогда озвучу вопросы михаил чтобы он мог вам ответить да спасибо татьяна вот и как вы можете собственно догадаться силу сложившихся обстоятельств я конечно кровно заинтересован в том чтобы технология развивалась потому что моя то уже от них зависит самым непосредственным образом естественно конечно что необходимо по жизни мне решать и различные задачи общения со студентами и собственные поддерживать собственную квалификацию то есть постоянно необходимо разбирать различные материалы и прочее и таким вот образом конечно я оказался вовлеченный современную современную индустрию связанную и с искусственным интеллектом целым комплектом дополнительных направлений я на будьте добры пожалуйста второй слайд откройте и так сегодняшняя наша беседа она я надеюсь что она будет из себя представляет вот такой баланс между какими-то общими понятиями абстрактными и понятиями предметными конкретными ближе к концу своего выступления конечно я приведу некоторые технические подробности большей части нам для того чтобы не обвинили меня пустословие но начнем мы конкретно конечно с того что порассуждаем о прогрессе значит интересная особенность которая прослеживается в сфере развития различной технологии в том что когда технология зарождается я чаще всего конечно воспринимают в штыки появляются новые идеи потенциально она конечно не способны точнее потенциально она конечно будущем может составить конкуренцию чему-то уже распространенными распространенному но как только она зарождается конечно она у всех вызывает либо только улыбку но если кто-то там занимается может быть компьютерами ну ты знает как компьютеры комплектуются наверняка обратили внимание что сейчас разошлись твердотельные накопители ssdb если кто-нибудь помнит как она начиналась они крошечные ненадежные естественно ограниченный ресурс записи все конечно реагировали на них так что ой блин вот как же можно с таким жить и как можно таком устройстве работа вот как только человек пробует поработать на компьютере в котором установлен твердотельный накопитель он махом забывают про все его недостатки кстати недостатки обратите внимание никуда не исчезает ограниченность ресурса записи твердотельного накопителя никуда не делась другие проблемы собственно остаются но все равно как только человек пробует поработать общая скорость работы бесшумность и прочее и прочее и прочее уже потом не позволяет этому человеку вернуться за использование традиционного механического жесткого диска и в принципе такую картину можно было наблюдать в различном количестве отраслей вот здесь в частности для начала на слайде я привожу может быть такие вещи которые не касаются всех непосредственно но где-то с большой вероятностью мы конечно с ними соприкасались вспомните реакцию фотографов или вообще любого человека который занимался фотографией на появление цифровых фотоаппаратов это правда кажется уже очень давно было больше 20 лет назад наверное появились первые примеры цифровых фотокамер какие были разговоры вот эти разговоры очень хорошо помню ну что такое цифровая фотография ну вот она же без души картинка не та цвета не не теплые холодные баланс белого не поддерживается неправильно везде надо настраивать корректировать и так далее в итоге чтобы мы видим настоящий момент кто вспоминает про мокрую так сказать фотографию какой-то не понимать традиционно сказать трудно вспоминают про нее конечно только люди которые занимаются фотосъемками уж в особенно критических сферах очень профессионально почему так происходит потому что как и в случае с твердотельными накопителями мы видим что у технологии появляются некоторые практические преимущества то есть опять же с использованием цифровой камеры вы можете делать снимки много и часто не говоря о том что вы можете цифровую камеру в наше время носить в телефоне вы можете получив цифровую фотографию отправить ее другу по интернету с мокрой фотографии вы сначала ее печатаете или может быть используете сразу пленочный сканер но в любом случае вы должны фотографию просканировать и только после сканирования вы ее можете отправлять и несмотря на то что все недостатки цифровой фотографии тоже никуда не делись цвета теплыми наверное не стали и как сказать баланс белого тоже все время надо настраивать тем не менее конечно цифровая фотография в значительной мере вытеснила пленочную ну еще один пример который я очень люблю это цифровые пианино значит тут конечно может быть текущая картина не совсем такая как именно с цифровыми фотоаппаратами но что то общее есть конечно концерты большие профессиональные пианисты крупные пианисты продолжают давать на акустических роялях ну тут без вариантов акустический рояль заменить невозможно но когда дело доходит до обучения ребенка для занятия в музыкальной школе электронная пианино стала практически норм а уж тут то критику можно навести еще почище чем цифровая фотография ощущения струны нет а звук не тот обертонов нет ну в общем масса других вещей тем не менее цифровой пианино всегда настроен а если уж на то пошло испортить слух ребенку не настроенным акустическим пианино это может быть еще похуже чем выучить ребенка играть на пианино без ощущения струны и так далее то есть опять же обобщая все сказанное следует отметить что когда происходит когда происходят такие изменения вызванные прогрессом технологии которые прогресс порождает они не лишены некоторых недостатков и самое главное что эти недостатки они не устраняются по мере развития технологии все недостатки которые были у цифровой фотографии 20 лет назад у цифровых пианино они до сих пор никуда не исчезли ну и с большой вероятностью конечно никогда не исчезли никогда не исчезли но при этом практически некоторые особенности которые присутствуют позволяют этим технологиям развиваться таким образом мы можем убедиться что у нас есть некоторый такой универсальный сценарий то есть такой своего рода технологический закон по которому могут пройти самые различные аспекты нашей жизни и давайте не будем сильно фантазировать но подумаем что может оказаться следующей технологии которая подвергнется влиянию этого технологического закона но поскольку в принципе повод для нашей с вами встречи заранее известен интригу создавать не будем Татьяна давайте пожалуйста откроем третий сайт сейчас минутку я буду верить значит быть со мной согласным или нет это личное дело каждого из вас я буду верить подчеркиваю что я в этом кроме заинтересован ну в силу своих личных обстоятельств условием работы и прочее но следующий такой технологии будут аудиокними если мы посмотрим на термины законов которые мы только что с вами обсуждали мы конечно можем задуматься а есть ли недостатки у аудиокниги созданные с использованием синтезаторов речи перед традиционными аудиокнигами которые создаются дикторами студия ну я думаю что в принципе далеко за примерами ходить не надо конечно когда книгу читает синтезатор хотим мы не хотим синтезатор это робот и что-то роботоподобное в этой книге ну убиваться в общем то что еще значит ну ладно давайте не будем там сильно вдаваться ну самое главное то есть понятно что когда за книгу берется синтезатор получается результат который всегда носит на себе оттенок чего-то неживого не передающего эмоций и так далее но при этом аудиокниги которая создана с использованием синтезаторов речи есть некоторые неоставимые преимущества и собственно вся интрига нашей с вами встречи в том смогут ли вот эти вот практические преимущества которые приносит аудиокнига созданная с использованием синтезаторов речи смогут ли эти преимущества подавить недостатки то есть смогут ли они оказаться более значимы для потребителя для слушателя для читателя чем недостатки а в принципе и это я не выдумываю и это действительно так я очень часто слышу мнение что один из недостатков аудиокниги созданной при помощи диктора в студии это навязанный голос диктора человек говорит я был готов был бы послушать эту книгу ну вот услышал голос диктора и понял значит что я вот ее слушать точно не буду ну то есть на какой-то диктор вот плюс люди иногда значит конечно кто-то любит слушать принципиально мужской голос кто-то слушает любит слушать принципиально жидкие голос как в общем в этой ситуации поступать может быть вы конечно поройтесь по интернету и найдете нужную вам книгу начитанную тем голосом который вам слушать приятно ну кстати для бестселлеров для каких-то таких крупных изданий ничего в этом такого необычного нет а цифровая книга которая создается при помощи центрата речи она может создаваться по требованию по заказу то есть есть некоторый такой полуфабрикат некоторая такая заготовка и перед тем как приобрести такую аудиокнигу вы просто задаете параметры голоса которые вам нужны если честно я до сих пор наблюдаю что люди еще не до конца осознали что это такое то есть частности даже очень многие крупные сервисы которые постепенно начинают распространять аудиокниги в таком виде в синтезе они их читают заранее сами выбирают голос и читают выбирает сидит редактор и выбирает если честно если говорить опять же в терминах верю или не верю я верю что такая история долго не прознится по понятным причинам когда-нибудь люди осознают насколько это круто выбрать голос аудиокниги не говоря о том что мужской и женский там разные тембры голоса плюс еще естественно скорость кому-то надо побыстрее кому-то надо помедленнее и тому прочее это первая особенность которую естественно мы должны всегда принимать внимание вторая особенность аудиокнига читается из текста таким образом у нас есть всегда исходный текст с которого книга была начитана можете ли вы произвести поиск по некоторым ключевому слову в той аудиокниге которая прочитана диктором вот скажем в учебном процессе в образовательном процессе это очень распространенная задача вам нужно найти какую-нибудь тему естественно сделать это невозможно когда книга читается синтезатором вы можете сохранить текст для этого есть даже специализированные международные форматы такие как формат и даже сохранить соответствие что вот этот вот текст в аудиокниге читается в этой позиции и наоборот что вот этой позиции звуковой дорожке соответствует некоторое положение текста это преимущество дает конечно приносит огромное удобство для людей с нарушениями зрения может быть для других категорий людей с АВЗ с ограниченными возможностями здоровья ну и плюс в каком-то смысле наверное такая возможность может перевернуть подход к инклюзивному образованию у нас конечно с инклюзивным образованием и про это говорим но у нас очень много трудностей не только технического плана но правового в том числе и если мы возьмем все это возьмем в сумме не забываем еще о возможности делать полноценное содержание книги когда вы можете сначала просмотреть перечень глав и просто ткнуть в нужную главу и начать ее слушать главу можно представить в виде дерева то есть некоторым иерархическим образом и так далее и все это вот новая аудиокнига помимо того что я конечно очень хочу чтобы такая такие времена когда подобные аудиокниги распространены наступили я приложу максимум усилий со всеми своими коллегами о том чтобы эти времена приблизить значит давайте посмотрим дальше давай татьяна давайте пожалуйста откроем четвертый слайд посмотрим время мы обязательно ставим время для дискуссии беседы на вопрос идем ли мы что называется своим путем вот у нас российское IT сообщество особенно в нынешней геополитической ситуации ну мы ее не рассматриваем не анализируем содержателем не рассматриваем мы принимаем такое как есть но сложившиеся обстановки вот наши российское IT сообщество очень часто обвиняется в том что мы идем всегда своим путем есть вот некоторая мировая линия мировой тренд а российское сообщество идет выбирает какой-то свой путь не всегда понятный не всегда очевидный и этот путь иногда оказывается конечно поперек мировому тренду особенно особенно это вот история очень характерна для сейчас попыток пересадить российских пользователей на российские отечественные операционные системы криков там ужасное количество но мы сейчас не про них говорим так вот неожиданно хорошая новость в том что мировой тренд идет приблизительно туда же ну в частности буквально 19 числа то есть вчера техно блок один из ключевых информационных ресурсов которые освещает события кремниевой долины выпустил материал который рассказывает о аналогичной работе которую ведут наши западные коллеги естественно конечно не все так гладко и мы трудности которые в этой работе возникает скрывать не будем и мы сегодня про них вот в оставшееся время постараемся немножко поговорить и даже в материале TechCrunch который освещал работу проекта Гутенберг сразу приводятся некоторые особенности во-первых конечно получить книгу аудиокнигу с некоторого исходного материала хорошо но этот исходный материал надо обрабатывать необходимость обработки исходного материала это одна из самых кровавых историй потому что она очень трудоемкая она требует очень большого количества усилий и даже наши западные коллеги собственно с этой проблемой справлюсь есть тут интересная особенность я думаю что это тоже особенность многих явлений в терминах технологического прогресса которая связана с тем что как только идет подобное преобразование подобная трансформация сразу начинается поиски новой экономической модели в принципе когда мы даже если мы вернемся к истории с цифровой фотографии то мы тоже обнаружим что там немножко сменилась экономика то есть как вариант ушли многочисленные я не знаю как правильно назвать не были студии не студии а такие центры где можно было вот принести свой фотоаппарат дать туда трёмку и там печатали фотосмены подобные центры они сейчас конечно исчезли вы можете там напечатать фотографию во-первых вы это и дома можете сделать ну а занимаются этим просто уже какие-то офисы которые производят причать любых документов в прежние же времена без подобного центра фотографию обработать было невозможно если вы там непрофессиональный фотограф умеете это делать дома и естественно конечно экономика немножко трансформировалась и вот в частности коллеги из проекта бутенберг они тоже признают что за цифровыми аудиокнигами появляется новая экономика сейчас в эту новую экономику уходят книги которые не рентабельно читать студии если то что если это некоторая книга бестселлер то есть это что-то какое-то топовое издание проблем с тем чтобы прочитать его в студии по большому счету нет сама по себе экономическая составляющая работа она не показывает никакой необходимости в применении сентератор но у нас же ведь то с чем мы работаем наша литература она же не сводится только к романам мундерпек чего-нибудь еще такого поэтому читать нам хочется много чего и именно применение искусственного интеллекта который без которого нам обойти трудно позволяет нащупать новую экономику новую экономику повышающую доступ к аудиокнигам и повышающий может быть качество нашей с вами жизни но это новая экономическая модель то есть когда мы говорим про синтезированные аудиокниги неправильно говорить о том что это аудиокнига которая как обычная аудиокнига диктора прочительного диктора но только синтезированная только созданная с помощью с применением технологии искусственного интеллекта так говорить категорически неправильно это новая модель новая экономическая модель возможно как и в случае с цифровым пианино два варианта аудиокниг будут сосуществовать совместно и наверное в этом нет абсолютно ничего плохого но в некоторые сегменты рынка проникнут в новую форму ну и собственно естественно поскольку шоу что вскрывать в западных странах в Европе и Америке экономика воспринимается намного более важной составляющей нежели чем мы привыкли думать в России она в России в общем далеко не последнюю роль играет но русский человек он готов жить ради идеи вот и западный конечно человек тоже готов жить ради идеи но западный человек конечно существенно с больше охоты попытается посчитать не разорит ли его эта идея вот просто до конца значит и наши коллеги естественно конечно про это думают и приходит к поводу что нет не разорит но книги надо подбирать правильно ну и они признают большое количество других трудностей поэтому поиск ведется но то что мы не одиноки во вселенной меня конечно очень сильно радует я не берусь там рассуждать когда вот произойдет там прямо большой перелом там три два пять лет будем надеяться что не десять лет когда это развитие станет большим и заметным ну где то вот оно вот клеит и все таки давайте конечно будем думать что мы когда то туда придем так татьяна давайте пожалуйста 5 слайд и так несколько слов в частности я приведу сейчас три аргумента для того чтобы немножко прояснить техническую подноготную этой работы скорее кратко может быть остановимся на каждом примере чтобы понимать а с чем собственно мы сталкиваемся то есть над чем чем забита голова у исследователей то есть куда направляются основные усилия то есть понятное дело что любая такая технология она рождается в крови она рождается в страданиях потому что ну все всегда по капельке по песчинке любой результат достигается конечно огромным трудом вот и это было везде так в пианино и фотоаппаратах везде это было естественно конечно эти проблемы присутствуют и в мире аудиокниг созданных с использованием технологии искусственного интеллекта кстати наши коллеги в Европе ну то есть если даже говорить там про про Великобританию или может быть и Америку они находятся немножко в более выгодном состоянии выгодном положении потому что английский язык для конструирования синтезатора речи несколько проще не то что он там совсем был бы примитивным но все-таки сильно проще чем русский язык понижей толком нет порядок слов в предложении как известно ну не то что там совсем фиксированный но не такой свободный как в русском языке слова пропускать во многих случаях нельзя и так далее а вот если мы начинаем решать эти проблемы здесь в России для русского языка мы конечно сталкиваемся с тем что русский язык безграничен он богат и велик и если прямо лингвистов фундаментальных богатство и величие русского языка радует то компьютерных лингвистов оно в общем-то очень сильно расстраивает значит у нас есть огромное количество проблем с ударением слова омографы и так далее у нас есть большое количество проблем с определением падежей контекста и еще прочее но есть самая главная неожиданная трудность которые люди очень часто не принимают во внимание когда будут вообще задумываются идеи создания подобных аудиокниг с многим кажется берем там исходный материал даже там его чуть-чуть чистим бросаем в какую-то такую машинку и эта машинка там перемалывает нам этот текст и выдает результат когда мы говорим про производство аудиокниг в больших масштабах оно должно наверное выглядеть как-то так вспомните я не знаю любой более-менее известный фэнтезийный или фантастический роман там хотите Дюна не знаю хотите Гарри Поттер или даже Властелин колец может быть наверное самый удачный пример потому что как известно Толкин он был полностью погружены в изобретение новых языков естественно говорим про оригинал то есть мы говорим про книгу не про фильм вот и пойди разбери как какие названия обозначения выдуманные им слова должны читаться искусственный интеллект проблема в том что искусственный интеллект как бы он там не был развит он никогда не поймет никогда не уловит мысль автора условно фэнтезийного романа о том что как же собственно его книгу то прочитать текстом хорошо там пусть текст не сообщает нам информацию о том как правильно прочитать но оно может быть не так важно каждый додумывает самостоятельно а вот когда идет чтение с целью создания аудиокниги все эти вопросы надо дальше мягко говоря значит любая технология которая направлена на производство синтезированных аудиокниг должна иметь достаточное количество ручек позволяющих чтение книги настроить это желательно конечно делать попроще и побыстрее чтобы сильно не вдаваться подробнее если мы говорим там по производству обработку исторических документов то есть книг в которых есть исторические документы есть нестандартные единицы измерения если мы говорим про научно-техническую литературу в которых тоже огромное количество малоизвестных единиц измерения сам по себе искусственный интеллект никогда не поймет что за этим скрывается ему нужно давать подсказки в частности в рамках нашей работы мы разрабатываем специальный язык разметки это чисто техническая история мы естественно сейчас не будем рассматривать о том что за этим скрывается но одна из технологий непосредственно в нашей работе это язык разметки который мы называем он позволяет настраивать и уточнять правила чтения включая и расшифровку единиц измерения и расстановку ударений и многое прочее значит на слайде приведем пример выражение на нашем языке ландес и этот пример присутствует ну в каком-то смысле так не знаю для людей которые далеки от информационных технологий может быть чтобы так немножко попугать но не сильно татьяна давайте пожалуйста шестой слайд откроем появилась другая значит еще одна история с которой мы быстро столкнулись когда стали заниматься проблемами массово автоматизированное производство аудиокниг что в принципе пригодность к производству аудиокниг для разных категорий литературы очень разными вот в начале этого года очень похожий семинар проходил в руде и выступая на этом семинаре я выдвинул гипотезу о том что вы никогда не сможете перевести в аудиокнигу допустим много учебник по теоретической физике ландал лившинс то есть у нас там целая дискуссия разгорела тут же встала девушка и сказала что уважаемый докладчик вы глубоко заблуждаетесь я переведу в аудиокнигу учебник по физике ландал лившинс вот к сожалению в рамках подобных мероприятий трудно вот установить истину скажите мне что ну давайте проверим как вы с этой работой справитесь но совершенно очевидно что далеко не не любая книга может быть переведена формат аудио где находится вот эта самая граница где книга переходит по аудио где уже нет математические формулы вы не будете воспринимать на слух если мы используем какой-то специализированный формат типа дэйзи и так далее там конечно при желании можно подсмотреть и текстовый оригинал но в любом случае когда в книге огромное количество форта нет смысла переводить такую книгу в аудио и бросаться в крайности тоже не надо как известно в самом известном труде Стивена Хокинга используется одна формула я равно mc квадрат ну из-за того что там эта формула присутствует запрещать же нам перевести переводить эту книгу в аудио формат тем более что эта формула я равно mc квадрат она в общем и словами хорошо произносится таких примеров очень много значит вот эта вот граница где вот статистически проанализировав можно проверить что в книге много таблиц много рисунков много я аж не знаю сносок математики форму она в настоящий момент пока что вот прослеживается достаточно слабо трудно но в любом случае мы будем пытаться уточнять подобные критерии чтобы все-таки в будущем иметь возможность заранее сказать что вот эту книгу наберем а вот эту вот не берем многим кажется что как только начинается развитие подобных технологий брать можно любые книги и татьяна будьте добры пожалуйста открыть седьмой слайд где брать исходный текст опять же многим кажется вот мы эту проблему уже сегодня затрагивали что если мы сделали такую машинку которая читает она прочитать может все понятно что там файлы формате docx то есть microsoft word и файлы формате html их прочитать чуть проще но у нас же швейки особенно те кто работают с эдэс электронными библиотечными системами знаю что у нас очень много книг в формате pdf а pdf формат специфический значит пдф бывает разная она бывает хорошей плохой когда в ней есть текст когда просто картинка и даже когда текст в ней есть этот текст это просто набор символов там нет информации о структуре документов значит в принципе даже научившись читать книгу следующая следующая сфера в которую скорее всего будут направлены усилия разработчиков исследователей это автоматическая подготовка автоматическая простите предобработка исходного материала потому что технологии искусственного интеллекта они конечно тоже позволяют решение этой задачи упростить хотя это требует очень сильно неслабых исследований но все же конечно пока что здесь все скорее я думаю что здесь все пока скорее грустно в будущем можно предполагать что будут направлены туда усилия сейчас же пока очень много ручного труда редакторов в том числе и в тех коллективах с которыми мне приходится работать очень много ручного труда направляется на то чтобы книгу сначала предобработать просто просмотреть глазами перед тем как ее забрасывать в машинку которая из нее сделает аудиокниги и по факту если мы даже проанализируем основные стопоры которые нам препятствуют в развитии наших аудиокниг издания аудиокниг вот эта проблема конкретно номер три связанные с обработкой исходных материалов она может быть вносит влияние существенно больше чем первые две проблемы но вторая в принципе не проблема вот мы даже настраивать правила чтения сейчас умеем намного лучше чем но посмотрим то есть как вы догадываетесь все что предполагает все что приносит нам технологический прогресс это естественно добывается огромнейшим тяжелейшим трудом с необходимостью проверки большого количества гипотез и развиваемся ну может быть не так быстро это иногда видно из разного рода фантастических романов но название нашего семинара то есть тематика нашего семинара прогресс не остановит если же все таки время подтвердит что за подобной формой аудиокниг есть определенные преимущества особенно хорошо если это все будет еще показано обоснованно экономически прогресс не остановит мы другие исследователи другие компании еще прочее все равно будут в этой индустрии работать если здесь будет конкуренция это особенно прекрасно кстати в принципе конкуренция здесь уже я бы сказал недвусмысленно прослеживается вот но несмотря на все трудности прогресс не остановит хорошо это плохо рассуждать наверное уже не будем это делает нашу жизнь одновременно интересны и в каком-то смысле позволяет улучшить качество нашей жизни значит на последнем слайде Татьяна будьте добры пожалуйста так это восьмой слайд приведены некоторые координаты но в частности здесь есть мой имейл и обратите внимание пожалуйста у нас есть группа telegram глаголица группа telegram глаголица эта группа она недавно была создана то есть мы ее только в этом году создали в которой мы обсуждаем различные аспекты применения интеллектуальных технологий с целью адаптации литературы создание аудиокниг вообще создание аудиокниг для решения задач инклюзивного образования создание аудиокниг для решения задач сам издата в общем растет интерес сам издата и так далее то есть естественно я конечно всех желающих приглашаю к этой группе присоединиться нам очень важно чтобы люди в этой группе общались ну я буду думать что вы сможете там найти очень много интересного иногда я туда выкладываю чисто технологические сообщения то есть с рассказом непосредственно про технологии но мы стараемся чтобы там тематика была такая пошли не только технологии какие-то и гуманитарные аспекты и прочее если что-то нужно если кто-то захочет пообщаться есть email ну давайте мне бы все-таки было бы намного приятнее если бы мы общались именно через нашу группу в telegram ну вот остается приблизительно 10 минут до окончания времени нашего вебинара 12 если быть точным это время я предлагаю посвятить обсуждению различных вопросов поэтому друзья если у кого-то есть вопросы если кому-то требуется уточнения приснили вы пожалуйста конечно не стесняйтесь задавайте их я постараюсь на все ответить все что знаю все расскажу все друзья на этом мое выступление пока что завершается михаил поступил вопрос от веры шапкиной как найти синтезированную книгу вот такой вопрос ну в частности если говорить непосредственно про издательство директ медиа который очевидно очень близко в директ академии вот такие книги сейчас есть ну и в каталоге издательства в электронной библиотечной системе ну и некоторые если просто интересно как это звучит то с точки зрения вот примеров мы такие примеры иногда выкладываем и в нашу группу глаголиц ну тут наверное такого универсального ответа нет в частности во многих сервисах если вы посмотрите там на те же строки от МТС который сейчас активно развивается у них есть каталоги книги созданные синтезаторами речи многие издательства сейчас пытаются эту историю проработать не будем хвалить конкурентов но и у Литреса такие книги имеются ну здесь вопрос наверное надо ставить не в том что какую-нибудь книгу наверное все таки вам нужна какая-то конкретная книга там хотя бы из конкретной области вот тут уже надо конечно подумать но именно в рамках работы редмедиа как известно мы занимаемся преимущественно нонфикшен мы издательства которые практически не занимаются художественной литературой ну что-то такое историческое но у нас в каталоге книги есть если если нужно я могу вообще отдельно какие-нибудь примеры подготовить просто интересно как это со стороны звучит мы конечно используем коммерческие синтезаторы речи от больших компаний но очень много предобработки именно такой лингвистической как мы называем решение задачи инвестического аннотирования проводим со в общем их много единого такого способа их найти мне кажется не существует но в тех местах где вообще аудиокниги бывают их можно встретить спасибо и Михаил еще вопрос от Алексея Базарова можно ли где-то познакомиться с вашими техническими разработками программный код математический алгоритм нейроинные сети и прочее да ну в частности у нас конечно ситуация достаточно интересная у нас несколько программных компонентов в работе несколько программных компонентов если мы говорим про язык которым мы управляем порядком чтения сегодня я его упоминал он лежит в международном репозитории мэйвэн-центр это большой международный репозиторий реализация этого языка движок который позволяет обрабатывать правила на этом языке он весь выложен в интернет в исходных текстах в частности полностью доступен в международном репозитории для тех специалистов которые знакомы с технологиями java там и прочее вот в исходных текстах его можно там найти попробовать загрузить использовать в своих приложениях и так далее непосредственно непосредственно с той частью которая подразумевает задействование нейронных сетей у нас ситуация несколько сложнее ну во-первых я скажу честно разработкой своих моделей нейронных мы не занимаемся ну просто масштаб нашего коллектива не настолько большой чтобы мы могли себе это позволить разработка новых моделей нейронных сетей это вещи которые могут себе позволить Яндекс, Сибербанк молчим про гугл и прочие компании конечно в рамках нашего коллектива разработку лингвистических моделей мы себе позволить не можем поэтому мы применяем модели которые уже присутствуют так или иначе в открытом доступе это и модель BERT от компании Google это и Word 2 век уж старенькая модель и другие библиотеки но тратим вполне приличное время на решение задач как его сейчас будем называть прикладного искусственного интеллекта прикладного искусственного интеллект то есть это задачи которые направлены на то чтобы понять а как можно существующую модель здоровую большую очевидно очень дорогую для процесса подготовки применить на практике в частности для решения наших задач вот тут у нас в своем роде конечно есть некоторый хаос потому что этот материал очень фрагментированный по мере возможности я иногда выкладываю информацию в нашу группу на решение этих задач направлены некоторые студенческие работы которые естественно по которым они тоже пишут отчеты и так далее я взялся за написание целого учебного пособия по этой тематике я уже почти год пишу и вот не буду я называть свои оценки сроков когда я готов буду эту работу закончить но есть желание это все систематизировать прямо вообще в едином документе в единой книге и конечно как только такая работа будет завершена мы обязательно представим ее общественность то есть получается что в настоящий момент то есть те компоненты которые вот у нас прямо готовы мы выкладываем международные репозитории потому что мы очень заинтересованы в каком-то смысле международном развитии и несмотря ни на что несмотря на геополитику и прочее все остальное пожалуйста не стесняйтесь в настоящий момент спросить просто в нашей группе потому что этот материал он действительно пока что он очень фрагментированный над систематизацией его работа идет но это скрупулезная работа которая требует академической усидчивости идет она к сожалению не быстро в силу самых различных обстоятельств вот но фрагментирована эта работа потому что это результат каких-то исследований экспериментов вот что-то зацепились потестировали какие-никакие данные обработки все это дело что-то внедрили запустили все работает как это вот работает по большому счету только в головах у тех людей которые занимались решением этой задачи это конечно может быть не очень хорошо с точки зрения популяризации но фиксация в едином документе в виде некоторой единой системы она требует времени но со временем я думаю что мы такую какой-то такой материал представим пока что пожалуйста алексей задавайте вопросы в группе я буду стараться обязательно отвечать потому что даже если там потребуется просто пояснить уже чисто какие-то технологические аспекты из как она приблизительно работает я буду стараться прямо рассказывать на таком уровне чтобы это было понятно всем желающим даже тем людям которые могут только-только знакомиться в общем такая вот обстановка коллеги если еще вопросы есть к михаилу пожалуйста задавайте их в чат ну пока пока вопросов больше не вижу ну я думаю что в принципе у нас еще все впереди в каком-то смысле я абсолютно уверен что далеко не по да плюс ну как мы всегда на связи все вопросы мы всегда еще да и адрес я вам адрес в telegram продублировала в чат поэтому можно забирать из чата можно скачать презентацию и там все координаты есть и на экране сейчас так что присоединяйтесь если появятся вопросы в дальнейшем можно уже задавать их там так светлана валиева ну это уже ко мне про запись вебинара это я сейчас отвечу ну и коллеги если вопросов к михаилу больше нет тогда наверное мы поблагодарим михаила за сегодняшний вебинар и отпустим все спасибо большое